Россия позитивно оценивает перспективу развития диалога Азербайджана и Евразийского экономического союза на качественно новом уровне. В Москве считают, что такое взаимодействие поспособствовал бы созданию новых возможностей. Речь идет о разблокировке региональных транспортных артерий, активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов. 10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев выступил с предложением о предоставлении Азербайджану статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС. Это предложение было официально озвучено первым президентом Казахстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как отметила накануне официальный представитель МИД России, инициатива Назарбаева заслуживает внимания. По словам Марии Захаровой, ЕАЭС открыт для государств, которые заинтересованы в более тесной интеграции и более тесном взаимодействии. Захарова подчеркнула, что развивающийся быстрыми темпами ЕАЭС активно модернизирует транспортную инфраструктуру. Союз особо заинтересован в развитии сотрудничества со странами СНГ, которые сохраняют с государствами-членами ЕАЭС наиболее тесные связи в сфере кооперации, отметила она. Таким образом, Россия фактически поддержала инициативу Назарбаева. Объективных препятствий для предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в Союзе нет. При этом, разумеется, в первую очередь в этом должен быть заинтересован сам Баку. Но наверняка авторы этой инициативы исходят из того факта, что Азербайджан всегда открыт к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству, нацеленному на экономическое развитие. Между тем, перспективу интеграции Азербайджана в структуру ЕАЭС без особого энтузиазма воспринимают в Армении, которая является государством-членом Союза. До сих пор Ереван неоднократно давал понять, что воспользуется своим правом в ВЕТА, если Азербайджану поступит соответствующее приглашение. Однако времена меняются, и, как показывают результаты переговоров в Брюсселе, Армения вполне способна менять свои подходы под гнетом реалий. Тем более, что свою позицию по данному вопросу вполне убедительно выразила Россия, традиционно располагающая рычагами влияния на Армению. Причем речь идет не только о заявлении Министерства иностранных дел России. Соответствующая работа ведется Москвой непосредственно в самом Ереване, в частности послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Выступая на ежегодной конференции Евразийского клуба экспертов в Ереване, российский дипломат коснулся приоритетных направлений работы ЕАЭС. По словам Копыркина, одним из таковых является расширение географии Союза за счет налаживания связей с новыми партнерами. Также следует отметить заявления, озвученные на конференции профессором Российского государственного гуманитарного университета политологом Тамарой Гузенковой. Эксперт отметила, что разблокирование региональных транспортных коммуникаций представляется существенным плюсом в контексте перспективного развития ЕАЭС. Примечательно, что Гузенкова коснулась этого вопроса в контексте участия Армении в региональной платформе 3 плюс 3, инициированной Турцией. По ее словам, эта площадка носит преимущественно экономический характер и нацелена на воплощение концепции ускорения экономического развития региона. Тем самым, подчеркнула российский политолог, здесь неуместны какие-либо политические амбиции, претензии и планы реваншистского характера. Гузенкова адресовала этот месседж непосредственно Армении, сделав конкретный акцент на бесперспективности текущего нарратива Еревана. Она открыто заявила, что армянам присущ синдром исторической жертвы, который традиционно конвертируется в политическую практику. Гузенкова порекомендовала Армении как можно скорее отказаться от такого подхода, который не сулит ей никаких дивидендов. По ее мнению, Армении необходимо преодолеть собственные амбиции и осознать выгоду от разблокирования всех транспортных коммуникаций в регионе. Чрезмерное нагнетание ситуации, абсолютизация собственных интересов и крайнее нежелание поступиться могут лишить Армению открывающихся перед ней перспектив, заключила российский эксперт. Тот факт, что Россия выдвигает на передний план тематику разблокировки транспортных путей в контексте взаимодействия Азербайджана и АЭС не случайен. Стратегическое значение для Евразийского союза представляет международный транзитный коридор Север-Юг. Он связывает северо-западную часть АЭС с государством Персидского залива и Индийского океана через страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Важной частью коридора Север-Юг станет Зангизурский коридор, открытие которого инициировал Баку. Таким образом, мы можем убедиться, что Россия, как ключевой участник АЭС, поддерживает этот проект. Более того, Москва заметно усилила давление на Ереван с тем, чтобы Армения как можно скорее проявила конструктивность.